Здравствуйте! Я буду докладывать работу, которую мы сделали с Владимиром Евгеньевичем Захаровым. Она посвящена нелинейной стадии модуляционной неустойчивости в рамках одномерного фокусирующего нелинейного уравнения швей. Ну вот, так как семинар здесь такой все-таки физический, я решил большую часть математики в нашей работе опустить и начать, может быть, с какого-то введения. Наверное, многие это знают, но я надеюсь, может быть, это позволит сформировать какое-то такое интуитивное представление о проблеме. Поэтому начнем вот с чего. Ну, как известно, так же, как в аналитической механике для описания систем с конечным словом степени свободы я могу написать гоминтоновое уравнение, так же и для описания нелинейных волновых процессов я могу использовать гоминтоновский формализм, но теперь у меня в качестве обобщенного импульса для обобщенной координаты у меня будут поступать некоторые функции, но гоминтоновые уравнения при этом будут выглядеть, в общем-то, точно так же, только я должен заменить производные на вариации гоминтониана по соответствующей второй координации. В качестве примера, самый простой пример, это варотропное течение сжимаемой жидкости, где в качестве париков у вас выступает плотность и потенциал скорости. И тогда, если вы напишите вот эти уравнения, здесь у вас получится уравнение непрерывности бюро по dt, пусть дивергенция, ровно градиент и равно нулю, а здесь у вас получится уравнение то есть известное уравнение для динамики сжимаемой жидкости из антропического течения. Ну, следующий шаг, который обычно делается в этом подходе, это вводятся операторы нормальной координаты а и а со звездочкой, которые в данной механике есть операторы уничтожения и рождения. И тогда в этих координатах уравнение движения записывается как а по t есть минус i на вариации гоминтониана по а со звездочкой. Значит, если говорить о нелинейном уравнении Шредингера, то я должен гоминтониан записать в виде готовой интегралы, крадиент psi по модулю в квадрате минус psi по модулю в четвертый по dv и тогда, если у меня, ну, в качестве переменных варнен со звездочкой у меня теперь было выступать psi и psi со звездочкой, если я напишу psi по t равняется минус i на вариацию гоминтониана по psi со звездочкой я получу нелинейное уравнение Шредингера, а именно i по c плюс у пассиана psi, плюс, ну, тогда, если так, 2 psi по модулю в квадрате psi со звездочкой, я получу фокусирующее нелинейное уравнение Шредингера. Ну, вот это уравнение в безразмерной форме и, как бы обычно, когда делают доклады за эту тему, сразу с этой формы и стартуют. Так как у нас семинар все-таки такой физический, я решил предъявить такой очень быстрый вывод уравнения Шредингера в размерной форме, чтобы затем, когда мы будем анализировать данные эксперименты, чтобы было понятно, какие коэффициенты за что отвечают по физике. Вот, поэтому предлагается сделать следующее. Предлагается разуметь, в чем же смысл нелинейного уравнения Шредингера. Он заключается вот в чем. Посматривается задача о движении квазимонахроматического волнового пакета. Квазимонахроматический значит узкий в капространстве. То есть я должен рассмотреть волновой пакет, который в капространстве у него выглядит в следующем образе. Значит, тогда... Ну, а вот этот подход к гомитрону, да, понятно, он мне позволяет развить теорию возмущения. Он позволяет мне говорить о том, что в первом порядке у меня трехволновые взаимодействия, во втором четырехволновые, ну, как обычно, как в банковой механике делается. И что здесь важно? Важно, что если я рассмотрю такой волновой пакет, то нетрудно понять, что трехволнового взаимодействия не будет. Почему? Потому что, ну, очевидно, да, если у меня происходит процесс, когда у меня одна волна распадается в угле, например, то с одной стороны у меня должны выполниться законы сохранения энергии импульса, у меня должны быть омега-1 равняется омега-2 плюс омега-3, а с другой стороны у меня должен выполниться закон сохранения импульса, но в то же время, так как пакет узкий, то все эти k, они должны быть в то же время примерно одинаковыми. Согласны? Они должны быть все примерно ка-1, примерно равно ка-2, примерно равно ка-3, примерно равно ка-2. Это означает, что я просто-напросто не могу удовлетворить вот этому закону сохранения энергии импульса, и такой процесс у меня в данной задаче невозможен. Значит, ровно так невозможен и следующий процесс распада одной волны в три. Ну, по той же самой причине. А какой процесс возможен? То есть первый процесс, который появляется в теории возмущений, это вот такое четырехволновое взаимодействие. Ответ 2 и 2, 3, 4. Тогда я всегда могу подобрать так, чтобы у меня здесь была энергия чуть меньше, здесь чуть больше, здесь чуть меньше, здесь чуть больше, и в результате у вас получается закон сохранения энергии импульса пополняется. А это подтверждение состоит следующее, что нелинейное уравнение Шренингер это уравнение, которое описывает четырехволновой процесс, и оно описывает огибающую квазимолно-хроматического волнового пакета. Вот это первое, что я хотел установить. Ну, вы имеете в виду, что здесь как-то там два, это не линейность ваших, да? А четыре это уже второй порядок, да? Да. Так у нас куличных вообще нет. У вас там огибающая не ставят всех четвертых. У вас один-два вообще нет таких, хорошо? Вот такое нарисование вообще. Ну и о чем? Вот это? Один-два вверх, например, что вы написали, а это... Я это и сказал, нет-нет-нет. Я просто обосновал, что задача по символно-хроматическому волновому пакете таких процессов нет. Я просто пытаюсь, как бы, проиллюстрировать, как то уравнение получается. С каких принципов? Нет, ну... Ну, так стоит. Если мы имеем узкий пакет, то достаточно вот этого уравнения. Да. Да, да. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, да, если мы имеем узкий пакет, то достаточно такого уравнения. Это я и пытаюсь объяснить. Вот. Значит, второй шаг. Если я теперь захочу вывести это уравнение, то я должен сделать следующее. Я должен... Я должен написать уравнение движения, ну, например, к пространству. Это будет... А по Т плюс Пи. Значит, гамильтониан понятно какой будет, да? Если я в общем виде. То есть, пока что мы не касаемся гамильтонианного уравнения Штленгера, а пока что общий гамильтониан, да? То есть, в первом приближении это должен быть линейный гамильтониан, а следующий член должен отвечать четырехволновому взаимодействию. Поэтому понятно, что линейный член у меня имеет следующий вид. Это интеграл омега-к, а х по модулью в квадрате по ДК. А нелинейный член, отвечающий четырехволновому взаимодействию, должен выглядеть следующим образом. Это есть... Я должен написать два оператора... Ну, как-то два уничтожения, два раздражения. А3, А4. Этих я нашу со звездочкой. И на коэффициент, да? Вот на матричный элемент четырехволнового взаимодействия. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. По ДК один, по ДК два, ДК три, ДК четыре. Вот так будет выглядеть гамильтониан взаимодействие. Так будет выглядеть гамильтониан взаимодействие. Ну, и как бы в общих чертах, как действует дальше? Дальше говорят, что вот этот коэффициент, конечно же, так как у меня все К примерно одинаковые, то я его могу просто заменить на константу. То есть это все примерно... Ну да, должна быть правильно. Должна быть дельта функция по емкости. Вот эту штуку я должен... Вот эту штуку я заменяю просто на некоторую константу. Т. И еще один шаг, который нужно сделать, это написать уравнение движения. Они у меня будут так выглядеть. Омега по К равняется минус И на Т. Ну и вот на интеграторе будет то, что осталось. Там, когда я посчитаю ДХ взаимодействие по... Обычно, не знаю, по какому-либо... По четвертым, ну не важно, по какому-либо... У меня здесь останутся три слога. Тогда у меня там будет, например, один, два, три, по звездочкам и так далее. Вот. Дальше делается так. Вот эта омега, она разлагается просто-напросто в ряд Тейлора. Я говорю, что у меня К есть К0 плюс К. Какая-то малая добавка. Разлагаю омегу. Вот так. Я говорю, что это омега-моль плюс Д омега по ДК, что есть групповая скорость на пугу. И плюс одна вторая Д2 омега по ДК и ДХЖ на пугу и на пугу. И дальше взять обратную фрелью. Что получится? Ну давайте сразу напишем. Раз, не утомлять. Значит. Сразу развеет. Получается такое уравнение. Ну, там еще надо будет перейти, чтобы исправиться от этой групповой скорости, нужно будет перейти в систему отсчета, которая движется с групповой скоростью. И тогда получится уравнение следующего. И Пси по Д плюс омега-два штриха. Омега-два штриха, она вот отсюда появится. Омега-два штриха пополох на лапласиан Пси минус Т. А вот этот член, он конечно же даст вам просто-напросто как раз Пси по модуе квадрате, а Пси вам поможет. Вот. Вот чего я хотел. А, ну да, конечно. А Пси это огибающая волнового пакета. То есть я должен был, правильно. Я должен был изначально написать, что А есть некоторая огибающая, Си-контакту Д на Е в степени минус и омега-два. То есть это огибающая монохроматическая волна. Соответственно, в пространстве у меня решение будет представлять собой Пси от ХТ на Е в степени И от Х минус и омега-два. Это огибающая аналоговая пакета. Вот. То есть вот, вот чего я хотел. Я хотел, чтобы у нас появилось уравнение Шлейдингера, в котором есть омега-два штриха, и тогда мы с вами сможем, когда мы будем анализировать гидродинамику или оптику, понимать всё-таки какой у неё знак, например, да? Потому что мы будем узнать за данной дисперсией. Ну, вот этот коэффициент Т, его, конечно, всякий раз нужно считать. То есть нужно развивать гометонный формализм, и для каждой из задач, для гидродинамики, оптики, газоконденсата и так далее, нужно этот коэффициент вычислять. Но, тем не менее, я постараюсь всё равно предъявить какие-то качественные соображения, которые позволяют понять, как они выглядят. Значит, теперь непосредственно к теме нашего семинара. Тема семинара – это модуляционная неустойчивость и нелинейная стадия. Для того, чтобы понять нелинейную стадию, надо, наверное, вначале разобраться с линейной. Ну, для того, чтобы… А, номер. Исследуем неустойчивость квазимонахроматической волны. Что это означает? Вот это уравнение, его тривиальное решение, легко написать. Это есть А0 на Е в степени минус И, А0 в квадрате на Грин. Значит, у этого уравнения есть такое тривиальное решение. Из теории базе конденсата вот его называют конденсатом. Потому что нелинейная стадия неустойчивость квазимонахроматической волны применима также к базе конденсата, но я попозже об этом тоже скажу. Вот устойчивость этого решения мы будем с вами исследовать. Потому что, чтобы это сделать, нужно, как обычно, добавить, ну, какое-то небольшое возмущение. А плюс У, скажем так, с УВ, пускай это будут мои малые возмущения на ту же самую экспоненту, предполагая, что эти возмущения у меня меняются по гармоническому закону. То есть это тоже какие-то периодические возмущения по закону Е в степени ИКХ минус И Омега Т. Значит, если я теперь вот эту штуку подставлю к ней линейное уравнение щитой Линтера, линеаризую ее, то я получу закон дисперсии для вот этих возмущений. Ну, давайте как бы это проделать не будем, просто перепишем ответ. Омега квадрат равняется Т омега 2 штриха А0 в квадрате Ка в квадрате Плюс омега 2 штриха в квадрате Ка в четвертой на 4. Это закон дисперсии для возмущения, для возмущения моей начальной монохроматической волны. Ну, смотрите. Значит, видно, что если произведение... Ну, этот член заведомо положительный, а здесь у меня стоит произведение Т на омега 2 штриха А0. Если эта вещь положительная, то эта вещь положительная, омега действительная, и это означает, что возмущения по экспоненте расти не будет. Что соответствует устойчивой ситуации. Например, ну и кстати говоря, это и есть спектр Боголюбов, который получается в теории базе-контенсата. Там делается ровным счетом то же самое. Там пишется квантованный гометариан, тот же самый четырехволновой фактически матричный элемент. И ситуация с таким знаком соответствует подталкиванию между частицами базе-контенсата. Например, вот известно, можно поставить эксперименты с атомами лития в ловушке. Значит, отталкивание между ними соответствует такому спектру. Значит, ну, если его нарисовать, то это, насколько я понимаю, будет вот так. Это будет такая штука, омега от х, и вот это как раз есть, вот эти скорости, да, это критерий сверхтекучести как раз. То есть вот с этими скоростями у вас будет конденсат сверхтекучий, а дальше у вас сверхтекучесть улучается. Но этот случай нас не интересует. Нас интересует случай с другим знаком, когда t на омега от х меньше. В этом случае омега квадрат может быть отрицательный. И это означает, что омега будет мнимая, и у меня появится растущий экспонент. Это и есть модуляционная неустойчивость. А вот это соотношение называется критерием лайтхилла. Вот, соответственно, наша задача для разных систем экспериментальных понимать, а какой знак у этого произведения. И тогда мы будем понимать, устойчивы ли гравитационные волны, бибродинамические или капиллярные. Какие ситуации бывают в оптике, какие в базе конкурса. То есть в оптике. Это решение неустойчивого возмущения, да? Да. А есть ли другого возмущения? Ну, мы же можем всегда в фурье разложить. То есть я же спектр ищу просто. Но у вас на уровне не линейное. А это линейная стадия, это линейное приближение. То есть это самое первое приближение, оно работает только в начале момента религи. Поэтому... Вопросы уже относятся к решению не линейного уважнения. Вообще, так сказать, устойчивы или нет? Если у вас, пусть за счет нелинейности оно выгружается, значит все равно оно неустойчиво? Ну, как бы, но за линейную стадию можно... Когда неустойчиво, да? Когда в линейной стадии неустойчивость есть, это, конечно... Это понятно. А если, допустим, после линейной реализации решения уравнения, да, вы получили вот такой закон дисперсии, когда у вас рыбы действительно, да? Тогда у вас момента возмущения не разрывается. Но можно ли сказать, что при этом, что у вас это решение выглядит устойчивым? С учетом того, что есть нелинейные эффекты, да? Ну... Потому что вы сейчас на сути говорите о том, что если у вас уже в линейной стадии есть неустойчивость, тогда вы там дальше что-то будете делать. А вот если в линейной стадии есть устойчивость, можно сказать, что... Что? Что? Решение устойчиво. Ааа... Нет, значит, это не по-русски, неустойчивость. Хороший вопрос? Да нет, ответ-то ровно известен на самом деле, что нет, нельзя сказать, что оно будет устойчиво. Есть хороший пример. Дело в том, что это же не линейный ферингер, если мы гармонику возьмем постоянно. Это все равно, что как Гизбург-Ландау. И в Гизбург-Ландау у вас есть эти самые вихри, которые имеют энергию и он квадрат. И вот энергия вот этого двойного вихря, она там вдвое больше, чем двух одинаковых. И вот Кузя с этим самым Захаровым, они там, не знаю, лет двадцать назад исследовали как раз вот такую линейную неустойчивость вот этих самых вихрей. То есть вы над этим самым большим вихрем вот так вот раскладываете линейно. И они получили, что в относительно линейных этих малых возмущений все устойчиво, нет у вас никаких вот инкрементов. Но совершенно очевидно, что у вас этот самый большой вихрь, если на двойку, он разваливается на два одинаковых. Но только это не за счет меленьких, а это та же самая задача, это у вас уравнение такое же. Это история, когда у вас возмущение нужно конечное приложить, чтобы оно развалилось. А если все-таки... Так вот, я не говорю, что вот у вас есть вот пример, когда относительно малых возмущений все устойчиво, а вот, так сказать, относительно больших оно неустойчиво. Нет, но вопрос другой. Вот пусть возмущения будет мало, но есть некая нелинейность. За счет этой нелинейности развалится это решение? Я? В этом случае я так понимаю, что нет. А вот что... Малость. Ну это же любая... Нелинейность... Да, да, да. Нелинейность, я не приводил. Ну как же? У вас бы не приводил, тогда бы понятно было, что за счет него развалится, да? За счет нелинейного следа не происходит. А у вас одномерное уравнение? Одномерное. Тогда бы киеве и что-то важно? Нет. А, ну это в общем видео. У нас в нашем случае, конечно, мы будем просто писать по интересам. Ну, да, хороший вопрос, но как бы... Нет, но если линейность... Кажется, что... Проблем просьба не может оказаться. В этом не нужно. Если линейная стадия устойчивая, то может теория не смещена? Вредители лечения, они синтетические, и это может приводить к той стороне. Такой теории нету, что, как говорится, если линейная устойчивая, то линейная задача тоже будет устойчивой. Нет такой теории. Что абсолютно всему ответит? А очень не выгодно, что это не обязательно. Я не знаю, я говорю, что вот такой теоремы вообще говорят. Я даже на автономных нет утверждений. Ни чьи очки, ни для всех. Ни для автономных системах, то есть такое вот. Ну, о том, что судя по устойчивости линейной системы, я не реализую ее. То есть, находят эту матрицу, находят эти, собственно, значения этой матрицы, смотрят, какие вы. Ну, как у вас же и по самому. Ну, это вот я и говорю. То есть, для обыкновенных уравнений. Не в частых производах, а для обыкновенных уравнений, для автономных систем. То есть, это очень частный такой сюжет. Для линейных уравнений? Ну, что называется стационарная система? Ну, что называется стационарная система? Ну, вот тут, видите, она же двигается там куда-то. Ну, то прокидывание на воздух, и тихо, и тихо, и тихо, и тихо. Я еще качественную картину модуляционной неустойчивости обрисую. Может быть, это тоже будет интересно. По крайней мере, как можно модуляционную неустойчивость понимать интуитивно? Значит, речь идет вот о чем. Допустим, у меня есть, вот это моя волна, какая-то изначальная. И, скажем, в ней, я сейчас просто проиллюстрирую, что это такое, почему это возмущение будет разрастаться. Допустим, у меня есть какой-то, типа, вот, прогул, какое-то небольшое возмущение. Что это означает? Это означает, что у меня амплитуда стала меньше. Раз вот этот член у меня отрицательный. Ну, давайте для определенности скажем, что омега-2 штриха больше нуля, а ты меньше. Это означает, что омега у меня станет меньше. Значит, если я нарисую омега... Ну, давайте буду рисовать полное омега для всей системы, не только для возмущения. Значит, это означает, что омега у меня станет, наоборот, больше. Да, этот отрицательный, этот стал меньше. Значит, омега имеет максимум в этой области. А с другой стороны, что такое омега? Омега есть минус производная фаза решения по времени. А волновой вектор есть производная фаза решения по Х. Тогда я могу сказать, что К по Т есть, ну, это известное соотношение, да, это минус омега по Х. И если у меня здесь омега от Х, здесь она растет, здесь уменьшается, то это означает, что график функции К по Т выглядит следующим образом. Он меняет знак, да, то есть, если у меня здесь это положительное значение, а здесь отрицательный, а здесь К по Т. К по Т здесь отрицательный, а здесь положительный. Вот. То есть, если у меня случилось какое-то небольшое возмущение, у меня К по Т поменял знак. Что это означает? Раз мы с вами договорились, что омега два штриха больше 0, то омега штрих, которая здесь групповая скорость, это же будет просто интеграл от этой величины. Это означает, что она будет с ростом К расти. Да, ну, если я проинтегрирую, у меня там получится какая-то константа положительная на К в степени больше, чем 1. И это означает, что с ростом К омега, групповая скорость растет, и она в этой области будет, групповая скорость, расти, а слева от возмущения она будет, наоборот, уменьшаться. Это означает, что как бы правая область убегает от того, что слева, и возмущение разрастается. Вот такой, как бы, ну, это интуитивная картинка того, что такое модуляционная неустойчивость. А если бы у вас был другой знак, у вас бы получилось наоборот. У вас бы здесь была какая-то скорость нарастала, здесь уменьшалась, и как бы левая часть догоняла вправо, и, соответственно, возмущение бы уничтожало. Это исключительно такая иллюстрация к тому, что такое модуляционная неустойчивость. Еще один пример качественный, который я хотел обсудить перед тем, как я перейду к результатам, это что мы можем сказать про нелинейную стадию. Значит, ну, единственный вот качественный результат, который можно так скоро сказать, заключается в следующем. В размерности D, ну, я, конечно же, про размерности 2 и 3 не говорю, но, тем не менее, в размерностях 2 и 3 возможны коллапсы, там нелинейность очень высокая. А в размерности D равная единичка, коллапсы запрещены. Это известный результат, но, оказывается, его можно качественно получить очень просто буквально за пару минут. Это размерность моего пространства, да, то есть мы будем работать с одномерным уравнением, у нас коллапсов не будет. То есть я хочу понимать, да, а к чему вообще может привести моя нелинейная стадия модуляционной неустойчивости? Вот на стояду я прихожу к нему, что коллапсов там не будет. Почему? Сделаем следующим образом. Напишем Деглитониан. Значит, это интеграл. Я записываю по-моему в программе, записываю по-моему в четверке. Вот это. И нарисуем какое-то решение, ну, скажем, какое-то там вот, какое-то такое решение. Введем его в характерный размер a. Тогда понятно, что я каждый из этих членов могу оценить просто-напросто по размерности. У меня получится... А, я тут, правда, написал Деглитониан сразу для размерного уравнения. Ну давайте, для размера он будет такой. Здесь одна вторая, омега-два штриха еще есть. Возьмем какое-то произвольное... что от чего? x в 7. x в 7. Возьмем какое-то начальное условие. Это не решение? Да, извините, да, извините, да. Возьмем какое-то начальное условие с характерным размером l. Вот я хочу оценить, к чему может привести неринейность для этого решения. Для этого я беру и оцениваю гометониан. Просто по размерности, да. Если у меня размерность пространства D, то, соответственно, Пси по модулю в квадрате будет единиться на l в степени D. Ну и так далее. Деглитон оценить. Пси по модулю в четвертый. В результате получается следующее выражение. Значит, гометониан пропорционально такой величине. Вот, например, два штриха. L в минус второй плюс L на L в степени минус D. То, что из размерности, как бы, оцениваю гометониан. Такая вот оцена. Значит, на первом. Ну, по-хорошему тут надо еще, если совсем хорошо писать, то тут еще нужно писать число частиц вот так, когда будет совсем хорошо. Ну, главное, для нас это качественное поведение. То, что здесь у меня L в минус второй, а здесь у меня L в степени минус D. Что это означает? Это означает, что если D равно 1, то это просто-напросто ломовский потенциал. Здесь у меня вот эта величина положительная поделить на L в квадрате. А эта величина отрицательная поделить на L. Это означает, что график гометониан в зависимости от вот этого характерного размера L будет просто на простом потенциалке. А если D равно 2, тогда у меня получается здесь L в минус второй и здесь L в минус второй. В зависимости от того, кто из них больше, у меня графики будут выглядеть следующим образом. Это будет либо вот такая какая-то вещь, либо вот такая вещь. Вот эта ситуация, это значит гометониан фон A. Вот эта ситуация как раз и говорит мне о том, что возможен коллапс. То есть возможно стягивание размеров моего решения к нулю. А в ситуации с одномерием у меня есть минимум потенциальной энергии. И это как раз и есть солидонка. А в трехмерии то же самое. В трехмерии там картинка, в трехмерии там будет вот такая картинка, вот так. И тоже есть коллапс. То есть вот таким образом мы можем качественно понимать, что в размерности 2 и 3 возможны коллапсы. А в размерности 1, ну у меня вот происходит то, что говорят, баланс между дисперсией и нелинейностью. То, что мне дает существование солидонка. Ну там и реализуются как минимум потенциальный энергетик. Ну вот. Значит я думаю, что с качественными представлениями мы... Если ПСИТ-220 считаешь, что это потенциал, то это дальше падение неоцепторов. Либо она бы есть, так сказать, серий-поситов. Или бы нет. Сейчас, черный вопрос. Нет, я не могу сказать. Хорошо. Ну вот теперь давайте перейдем к физическому. Значит, мы пишем нелинейное уравнение Швёнингера, но нам удобно писать его и вовсе... В таком виде. Что вы хотите? Я не знаю. Наверное, себе лучше знать. А вот это о чём надо нажать? Я сейчас могу что-нибудь выключить так. Нет, не надо выключить, просто на интон. Не-нет, не помогать. Значит, мы пишем нелинейное уравнение Швёнингера вот в такой характеризации. Ну, как бы тут дело вкуса исключительно. Нам оно удобно, потому что в данном случае мы избавляемся от всяких по времени экспонент. И наш метод, с помощью которого мы получаем за бетонное решение, он становится проще. Это исключительно мотивация тому, почему мы здесь выделяем такое произведение. Здесь изображу вам элемент. А, ну да, кстати, я же не нарисовал графики для этого элемента. Значит, в случае неустойчивости он выглядит следующим образом. То есть, как-то можно управлять? А сейчас я эту задачу разве не исследовала 30 лет назад? Вот, вот сейчас я... А кто ее по вашему исследовал в такой постановке? Ну, наверное, если они мне эту задачу дали, то они ее решили в то время. Значит, на этот вопрос у меня, конечно же, есть ответ. Слушная задача состоит в том, что... Хорошо, 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 хорошо. Да, 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 я помню, что я имею в виду. Так, значит... Вообще... Что бы у вас там взялся этот квадрат? Добавил. Добавил. Рука. А, да? Нет, да, просто убедили его. Да, да, да. Да, да, да. Значит... Вообще, тут, скорее, я бы поставил вопрос так. Ну, как бы, в чем сложная задача? Задача в том, что это уравнение интегрировано. И в данном случае мы должны применять... Или, так сказать, и простота состоит? То есть, углубимировал, и вообще их в начале не сделаешь? Да, но метод обратной задачи в этом случае довольно сложно. Из-за того, что у вас там есть вот эта начальная волка, то в рамках метода обратной задачи она вам добавляет в плоскость стеклянный параметр разрез. От минус A до A вот этой амплитуды. От минус A до A. И поэтому, скажем, вот Кузнецов, который впервые написал метод обратной задачи для этой ситуации, еще там в каких-то 70-х, все, что он смог аналитически сделать, это написать один простейший солитон, который сейчас называется солитоном Кузнецова. Это солитон, который на фоне этой волны стоит и осцелирует. сверху, 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 сверху. Это самый простейший случай, который только можно представить. А дальше вычисления становятся довольно сложными, и реально их никто не делал. Вот. Для этой задачи мы разлили метод одевания, который нам позволил их найти попросту. Вот. В чем, собственно говоря, оказалось нашим принципом? А, вот. 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 В общем, ответ на ваш вопрос такой. Сложно применять метод обратной задачи к данной проблеме из-за наличия разрезов. Из-за наличия разрезов плоскости спектрального параметра. Это раз. Во-вторых, задача была долгое время неактуальна. Потому что, ну, казалось, как бы... То есть, ее актуальность возникла только в последние 10 лет, когда стали говорить о волных убийцах. Вот. Когда, когда стали говорить о волных убийцах, я объясню, почему. Почему эта задача связана с волными убийцами. Вот только после этого ей начали активно заниматься. Спасибо. Другой важный вопрос, почему бы не отвечать на вопрос в рамках более точных численных моделей. Да, скажем, вот, если я... Ну, или почему бы не посчитать численно, в конце концов, эту задачу. Да, вот такой можно еще поставить вопрос. Ответ на него заключается в том, что интегрируемая система, она, конечно же, выделенная, она единственная, которую можно решать точно. И если вы ее начнете решать численно, она обладает бесконечным числом интегралов движения. Вы можете написать численную схему, которая сохраняет, там, 10, 20, 30 интегралов, но вы никогда не сохраните все интегралы, которые существуют в методе обратной задачи. Поэтому в случае устойчивости, вообще говоря, численно решать, ну, вот, какими-то обычными, да, методами, численными методами, эту задачу некорректно. Даже в устойчивых случаях, ну, вот сейчас это довольно так, последнего года активно развивается, люди пишут, численные реализации схемы метода обратной задач рассеяния, и для устойчивой ситуации у них уже получается довольно существенное расхождение с обычным численным счетом. А для неустойчивой задачи там, и вообще мы, как бы, результатам численным доверять не можем. Поэтому вот такой ответ на дополнительный вопрос, а почему бы это не сосчитать численно? А с другой стороны, устойчивые они устойчивые. Сколько я помню доклад Захарова в Венеке, там, много лет назад, в связи с каким-то юбилеем, он говорил, что эти волны, которые где-то в районе Мадагаскара там рождаются, они проходят огромные расстояния, никуда не затухают. Поэтому экспериментально известно, что они устойчивые. Это есть уединенная устойчивая волна. То есть есть эксперимент, который говорит, да, устойчивая. Дальше что вы проверяете? Своечисленные методы, которые должны воспроизводить устойчивость? Или правильность геоментальяна, который должен соответствовать устойчивости, или что? И на этот вопрос у меня есть ответ. Он заключается вот в чем. Я не особо-то беспокоюсь о том, о теории волны Митц в Атеан. Потому что, конечно же, наша модель, она даже близко, неприменима к волноубийцам в Атеан. И я бы не стал заниматься этой задачей, если бы в последнее время, давайте я сразу покажу, мы появились очень красивые эксперименты. Люди научились в эксперименте, в гидродинамике и в оптике, очень точно воспроизводить условия нелинейного уравнения Штюрингера, одномерного. Давайте я вам сразу покажу картинки, которые у них получаются. Так это же и все тоже через число и все. Тут у вас вообще ничего не контролировано. Это же понятно, что это право движения. Ну, да, хорошо. Но, как бы это просто мотивация. Просто интересно было получить решение и проверить, возможно ли его, можно ли его воспроизвести в эксперименте. Ну, хорошо, да, численный счет, как бы, может быть, это не очень сильный аргумент численного счета. Но, в любом случае, мы получили результат аналитический, он очень приятный. И вводит довольно широкого спектра действий. Сейчас я вам его расскажу. Это просто как-то сами себе противоречили. Ну, конечно. Так что было не надо. Ну, да, хорошо. Потом вы верили волную убийцу и стало не надо. Стало не надо. Потом вы верили к убийцам и в никаком отношении у него все спасло миртоско. И будет у него убийство. А что это стационарно? Значит, смотрите, вот моя личная мотивация в том, что люди умеют мерить это в эксперименте. И мне интересно было получить решение, которое можно посмотреть в эксперименте. Дальше уже, как бы, имеет ли это отношение к реальной теории волны убийцы или нет? Ну, я считаю, что, скорее всего, не имеет. Хотя, существует две такие группы ученых, которые, вот, одни считают, что волны убийцы, они развиваются как результат, там, возможно, каких-то рельефов дна и так далее. Другие считают, что это результат именно такой уже сложной нелинейной системы с высшими нелинейными системами. А есть группа ученых, которые считают, что вот в этой модели, в интегрируемой, там есть очень симпатичное решение, называется решение перегрета. Это операциональное решение, которое обладает смыслом, оно один раз возникает во времени и пространстве. То есть оно из малого возмущения возникает, достигает высокой облюдок и пропадает. Ну, вот люди как бы зацепились за эту идею, целую конференцию устраивая по этому пункту. Как бы, конечно, цепляться за эту идею может быть не очень здорово, но, по крайней мере, интерес к этим вопросам есть. И поэтому, ну, раз люди этим интересуются, раз они делают эксперименты, почему бы тоже как бы не попытаться. Это раз. А во-вторых, еще один результат получился очень симпатичный, как мне кажется, он имеет довольно серьезный общий математический смысл. Сейчас. А солитон позиционно, он что? Куда-то идет? Он стоит, он стоит на месте и осцеливает. Стоит на месте и осцеливает. Он, кстати, его долгое время называли солитоном МА, потому что МА, это был, он украл этот результат. Вот. И мы вот, да. Ну, МА, дальше это уже тонкая материя. Да, 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 тонкая материя. Но мы отстояли это. Ну, сейчас мы украли. Мы так умудрились отстоять. Ну. А мы долго спорили с рецензентами на конференциях и со всеми со мной. Вот. Это был какой-то отдельный принцип. Ну, конечно, не моет это условно энергетически. Вы так достали, что они на вас плюнулись и решили, что все ли в вашу работу выпечатают? Нет, речь не о работе, конечно. Речь была разная. Но так или иначе мы отстояли эту историческую правду. И работу тоже отстояли. Вот. Хороший журнал. Значит... Ну, вот. Значит, вкратце, что еще хотел сказать? Ну, конечно же, да, это интегрируемая система, поэтому нелинейное уравнение Штёнингера можно записать как условия совместности. Ну, обычно пишут в спектральном направлении, но мы вот пишем условия на такую переопределенную матричную систему дифференциальных уровней. Значит, здесь функция Пси неизвестна, а вот функция вот этих вот зашита... Пфи это... Ну, здесь я Пси обозначал. Пфи-пфи это решение нелинейного уравнения Штёнингера. То есть вот оно зашито вот в этих коэффициентах, и если я напишу условие Пси по ХТ равняется Пси по ТХ, то я в сухом остатке получу нелинейное уравнение Штёнингера и качеством диагональному члену. Это вот такое условие совместности. Ну, что ещё важно? Сейчас я понял, Пси это вектор, ну, стал без чего? Это матрица, это неизвестная функция, как бы это просто... Да, 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 это вот спектральная задача технически. Вот спектральный параметр, а это неизвестная матрица. То есть, ну, как в методе обратной задачи, вот это ассоциированная спектральная задача. Вот. Ну, что хотелось бы ещё отметить, вот оператор Эйн, да, вот если всё-таки вернуться к такой старой формулировке с задачей в виде Эллипси равной ар-депси, значит, этот оператор Эйн, посмотрите, какой. У него первое слагаемое антиэрмитово, да, если я возьму агритово сопряжение, у меня ДПДХ перейдёт в минус ДПДХ. А второе слагаемое у него эрмитово. И это означает, что оператор, как бы, не такой, не секой. И ограничения, как вот у меня есть в картиле Геориза, где оператор, соответствующий это есть оператор уравнения Шьёдингера, ограничений на положение дискретного спектра у меня нет. И вот дискретный спектр, или там, что то же самое, полюса матрицы рассеяния, они у меня могут держать плоскости спектрального параметра где угодно. То есть, нет такого ограничения, что они лежат только на действительной или только на мимой оси. Это принципиально отличает задачу от картиле Геориза. В картиле Геориза у вас есть ограничения на положение полюсов, и поэтому у вас один параметр, скажем, они лежат по действительной оси, и поэтому у вас амплитуда солитона связана с его скоростью, как известно. А в нелинейном Шьёдингере у вас есть два параметра, и они у вас поэтому развязаны. У вас может быть независимо меняться амплитуда солитона и групповая скорость. Это особенность этой задачи. И вот этот оператор, он как строится? Вот по этой системе? Да, ну смотрите, я могу просто вот здесь, значит, чего я должен делать? Лямбда Пси, да? Нужно на У в минус первой домножить и получить просто вот такую штуку. Ну что, у меня справа осталось лямбда Пси, на У в минус первой справа домножу, а остальное всё вправо унесу и получится вот эта вещь. А, извините, не сюда показываю, а вот сюда, на х, конечно. У, вот здесь есть лямбда, и тогда не на У в минус первой, а на И в минус первой можно домножить. Ну это сигнал. На У на Ж, да? Да, на И, да, 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 да. Просто на И домножить всё правильно и получится. Вот тогда и получается. Это правильно. Это же неплохие. Понятно. То есть там так же у вас перепроизводные-то... А, И получается, понятно. Угу. А вот, например, в нефокусирующем случае оператор получается там в зависимости от параметризации либо эрмитов, либо антиэрмитов, и поэтому у вас там соответствующее ограничение на положение аббросов появляется. А во втором наравнении у нас там лямбда квадратично тоже входит, что ли, да? Да, получается квадратично, да. Ну не то же, в первом она линейная. Ну да, там линейная и квадратичная. Там и линейная и квадратичная. Да, да, да. Вот на методе одевания я останавливаться не буду. Я вам рассказывать не буду. Я просто в двух словах объясню, как мы действуем. Значит, идея... Это алгебраический метод, в отличие от метода обратной задачи. И идея очень простая. Нужно найти, нужно стартовать с какого-то известного решения. То есть мы, скажем, стартуем вот с нашего решения ксеноли в виде монохроматической волны. И нужно найти решение вот этой системы линейных уравнений. То есть нужно найти... Так, извините, обозначение... Значит, фи. Стартуем с некоторого решения фи-0. И я должен найти совместивающее решение ксеноли моей матричной системы. Это, как вы понимаете, не всегда можно. То есть если я стартую с какого-то сложного решения, то я, вообще говоря, даже решение аналитически, даже решение системы линейных уравнений я ненавижу. Поэтому вот мы и смотрим простой случай. Это начальная монохроматическая волна. Также мы смотрели в этом случае начальное решение в виде решения перегрена. Ну, то есть некоторые решить можно, но не все. Вот. И дальше... Дальше на основе этого решения строится... Ну, вот, то, что называется одевание там... А это решение перегрена, оно тоже стоячее? Да. Ну, стоячее. То есть это из малого возмущения, как бы, из ниоткуда возникает волна облигода и тройка. В три раза больше, чем начальная облигода. И пропадает. Вот поэтому оно всем влюбилось. Потому что оно, как бы, реализует этот принцип apia from no way des apia without any trace. Вот. А помимо этого существует еще мультиперегриновские решения. Там есть процедура, когда вы находите решение даже амплитудой тройка, пятерка, семерка и так далее. То есть, вообще говоря, можно какое-то угодно большое решение построить. Вот. И этим люди очень сейчас активно занимаются. По-моему, безумное такое занятие. То есть, там чуть ли не до 12 перегринов они считают. Получаются какие-то там на всю статью формулы. Ну, вот. Такая тоже есть новка. Считается, что это модель волновых лиц. Они даже пытаются в графиках, там, вот, с платформ, с нефтяных платформ, когда есть вот эти вот зависимости амплитуды, молнии. Они пытаются там нарисовать перегринь. Вот настолько простая кривая, что там как-то все равно можно нарисовать, конечно. Вот. Но, тем не менее, такая деятельность тоже существует. То есть, в режиме, так сказать, двигается ее нужно построить? Когда... Гриллию сделаем, так сказать. А, ну, это можно, да. Но она при этом все равно у вас один раз возникнет и один раз пропадет. То есть, это не то, что там вроде Адагаскара появляется? Нет, 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 нет. То есть, это именно то, что... Ну, вот, например, была такая новогодняя волна убийца. 1 января, скажем, 95-го, кажется, год, 25-6 метров в северном море. Регистрировали эту платформу, зарегистрировали, там стоял датчик. Вот, 25-6 метров. Это достоверный результат. Она возникла изначально, ну, там, нерябель, но из некоего начального небольшого клашения. И точно так же пропадет. Ну, вот. Значит, про один ангел что-то там говорили. Да, значит, ну, тут я не знаю, как в двух словах объяснить. То есть, мы добавляем... Ладно, давайте лучные бутоны. У нас есть метод, с помощью которого мы строим селитонные решения простым алгебраическим способом. Если в конце времени хватит, у меня там, допустим, нету 7 слайдов. Так что, если что, там есть еще в конце что-то показать. А что такое физизия? А фе – это решение нелинейного равнения штули. То есть, я вот это немножко понепутывал обозначение. Вот она как раз здесь зашита, да, и когда коммутируешь, у нас получается... Вот в антидиагональных там получится равнине штули. Ну вот. Единственное, что я хотел сказать, что... Ну, вы сделали такую не то, чтобы находку, но некое удобное преобразование. Как-то раньше до этого никто не догадывался. Как я сказал, в рамках метода обратной задачи наличие вот этой волны... Ну, это же у вас, получается, задача с невыбывающими грамословиями на бесконечности. И она добавляет вам разрез в плоскость спектрального параметра. Собственно говоря, от этого вся физика, ну, как бы, вся сложность и получается. Вы можете... У вас полюс соответствует селитону, да. Координаты полюса – это параметры селитона. И есть много вариантов, куда вы можете этот полюс посадить. Вы его можете посадить на разрез, вы его можете посадить сюда, сюда, и в точку ветвления, например. Вот как раз, если вы посадили полюс в точку ветвления, это и будет селитон-перемитом. От этого получаются все сложности, от этого получается некая такая вот... Такой зоопарк решений. Вот. Но мы сделали просто-напросто преобразование Жуковского, посмотреть, после спектрального параметра, и выяснили, что все формулы моментально очень упростились. Почему этого никто раньше не делал, я не знаю. Но это нам позволило, как бы, получить многие ответы в довольно таком симпатичном виде. Поэтому дальше, когда я буду, как бы, классифицировать решение, да, я буду говорить, а вот полюс сидит там или здесь, я буду иметь в виду, что у меня разрез превратился в... Ну, это вот постановка задачи, как бы... Может, с нее надо было начинать, конечно. Значит, а... Дело в том, что мы спрашиваем, как бы, мотивация наша была следующая. В том, что решение Пелегрина, например, оно замечательно, ему так посвящено много статей, но реально, в реальной физической задаче у вас, конечно же, есть некое произвольное возмущение, и хочется понять, как все-таки развивается оно. Вот. И вот на этот вопрос ответа не было. Вот. И мы его вот так, наполовину решили, скажем. Это просто иллюстрирует то, что сейчас эта проблема очень интересная, люди публикуются в хороших журналах, вовы видцы, очень актуальные и все такое прочее. А вот это, наверное, намного лучше. Это результаты эксперимента. Вот как раз измерение этого Савитона Пелегрина в опте. Как видите, ну, согласие, на самом деле, достаточно хорошее. Ну, вернее, у нас очень вдохновение. Аналогичные эксперименты есть в гидродинамике. Вот здесь вот нарисована уже непосредственно сама поверхность жидкости. Вы видите тоже, что результаты эксперимента и теории. Ну, можно, конечно, сказать, что совпадение плохое, но, на самом деле, бывает и нам много. Вот. Итак, теперь вкратце о том, для того, чтобы понять наш результат, вкратце о том, какие там вообще решения существуют в этой системе. Значит, несколько вариантов. Я могу посадить полюс на действительную ось, либо на разрез, либо в произвольную точку, либо в точку выделения, либо где-то в риском разрезе. Вот такие пять качественно разных ситуаций. Их, как бы, решали последовательно. То есть люди, на самом деле, разными методами находили эти разные Савитоны. Вначале Кузнецов нашёл своё решение. Вот, соответственно. Давайте я их все буду сразу показывать. Значит, вот Савитон Кузнецова. Разными цветами у меня обозначена реальная, мнимая часть и психомодуль в квадрате. Вот он со временем осцелирует и никуда не перемещается. Есть аналитическая формула. Вот точка расположена на действительной оси. О нём всё известно. Его тоже в эксперименте недавно обнаружили. Тоже в оптимах. Те же самые. А вот решение Перегрин. Во-первых, как я сказал, тут я в трехмерной объединёнке просто Х и Т изобразил, чтобы было видно, что это такое решение, которое единожды возникает во времени и пространстве. Главная прелесть, конечно же, в том, что оно рациональное. И возникает это потому, что, когда вы устремляете полис к точке вертвления, у вас появляется неопределённость 0 на вольт второго порядка. И решения эти ещё так. Их просто лопиталят. Просто два раза лопиталят и получают вот такие решения. Это решение очень простое, это перегриновское решение первого порядка. А, соответственно, можно там, если два полиса туда устремить, и про лопиталите будет, второго порядка и так далее, третьего и так далее. Дальше можно развлекаться, писать общую формулу. Много-много всяких дел. Это Близер Акведиева. Он возникает, если посадить полис на разрез. И главная особенность в том, что это решение периодическое. Фактически, Близер Акведиева и такие вот многосалитонные решения в виде Близера Акведиева представляют решение о задаче модуляционной неустойчивости в периодическом случае. То есть мы как бы сосредоточили своё внимание на задаче не периодической. А вот в периодическом случае, пожалуйста, там есть Близер Акведиева самых разных коллег. То есть это решение, оно тоже, оно как бы, как называется, почти гомоклиническое. То есть оно из малого возмущения возникает, возрастает и пропадает. Но важно то, что оно при этом меняет фазу. Это важный факт. То есть это означает, что, вообще говоря, если вы его применяете там в жидкости, то это будет довольно странно. Это означает, что амплитуда жидкости, она сразу поменяется везде. Что ему очень-то правдоподобно. Это формула для общего односалитонного решения. И вот общий случай. В общем случае у вас солитон может и двигаться, и ассоциировать. То есть это в разный момент времени картинки для амплитудного решения. Оно движется и ассоциировать, как-то вот так вот дышит и движется вперед. Все известно. Круповые скорости, фазовые скорости. Общая формула для этого решения. Значит, здесь можно сказать вот, что важно. Что мы еще как бы привнести в эту задачу, на чем раньше не обращать внимания. А в том, что вот вы видите, да, в общем случае фазы, фазы разума. То есть это реальная и ленивая часть. Так как, скажем, если мы хотим исследовать приложение в области гидродинамики, то у меня огибающая поверхность, и это есть там, например, реальная часть, ну там, от моего решения и все такое прочее. То это означает, что, конечно же, если я хочу описывать модуляционную неустойчивость, как развивается неустойчивость малого возмущения, то я должен потребовать, чтобы вот эти фазы на плюс и минус бесконечности были одинаковы. Потому что, ну это было бы странно, да, если бы возмущение возникло, там как-то развилось, а у вас на минус бесконечности одна амплитуда для волны, а я же беру реальную часть, фаза другая, а здесь будет другая амплитуда волны. Это, конечно же, невозможно. То есть сразу поменять энергию во всей, во всей, там, плюс бесконечности, это такого бы не может. Поэтому мы как бы сразу выделили для себя, что мы ищем решения, которые не меняют фазы на плюс и минус бесконечности. В связи с этим мы доказали довольно, сейчас, довольно простое утверждение. Оно заключается в том, что для того, чтобы сконструировать энцелитонное решение, которое не меняет фазы, и в этом вот еще одно преимущество наших координат. Значит, если я сделал преобразование Верховского, если у меня теперь круг, я описываю координаты полюсов в виде, там, радиус и какая-то угловая переменная. И мы доказали такое простое утверждение, что сумма углов координат, сумма углов для координат полюсов должна быть равна нулю, ну или тому же. В этом случае у вас фаза на плюс и на минус бесконечности меняться не будет. И, конечно же, самым простым примером такого решения будет двухселитонное решение, когда вы взяли один полюс вот здесь, а другой полюс взяли с координатой минус альфа. Вот тогда у вас это будет двухселитонное решение, которое в сумме фазы на плюс-минус бесконечности не меняет. Такие решения мы назвали регулярными. Но перед этим ещё хочу сказать, что есть ещё важное селитонное решение, мы их назвали квази-агмениевский брейзер. Когда полюс подходит к разрезу, это тоже легко показать, но этого как-то никто не делал. Решение ведёт себя так. У него групповая скорость стремится к бесконечности и размер стремится к бесконечности. То есть это получается такой вот, ну такой достаточно большой пакет, но количество асселяций в нём зависит от того, какая комбината полюса по альфа. В частности, если вы альфа совсем вот задавите, совсем получите почти ноль, то это будет, вообще говоря, возмещение с одной асселяцией. Но его ширина, его ширина, она завязана вот это расстояние между полюсом и разрезом. Такое вот важное решение. И это вот радиус просто-напросто координат. У меня единичная окружность, соответственно, вот если я взял полюс без епми, и тут у меня две стопки. Альфа, соответственно, угловая тренинная. Фактически это параметры солитона. Это параметры солитона. У вас вот эта точка верхней, которая в ямре, плоскость, она именно корневая, что ли? Она корневая. А тогда этот разрез, разве вообще такой координат, существенный? Несущественный, да, несущественный. Я согласен, это как бы уже не разрез. То есть это просто как бы... Ну можно было не рисовать, согласен, да. Ну то есть как бы у меня внешне... У меня как бы там не было два листа от римановой поверхности. У меня один лист отразился во внешнюю часть круга, а другой лист римановой поверхности отразился во внутреннюю часть круга. И просто чтобы отличать, мне же нет смысла брать солитоны и на том, и на другом листе. Это будет одни и те же решения. Поэтому если я хочу их брать как бы с одного листа римановой поверхности, то я просто заведомо указываю, что они лежат за кругом. То есть это вопрос о том, а что, если я буду их брать внутри круга, будет то же самое. Поэтому это некая условная картинка, это уже не разрез. Но на носовом круге какие-то критические явления все равно происходят. Да, но на носовом круге все равно критические явления происходят. И в частности, если вы как бы устремляете полюс к кругу, то у вас, как бы, ну можно это понимать так, у вас размер стремится к бесконечности, групповая скорость стремится к бесконечности, и в итоге вот такая комбинация этих двух бесконечностей приводит к тому, что у вас получается периодическое решение вот этого Ахмедеева, которое я показываю. То есть вот такой салитон, он как бы вырождается в периодическое решение, которое один раз возникает и пропадает в пространстве. То есть такой огромный широкий бризер, который мимо вас проносится. Поэтому да, критические явления там имеют вместо быть. Ну и вот наконец, что же мы установили. Мы установили, что, ну подальше тут, я не знаю, может быть конечно стоит начать издалека. Ну хорошо. Значит, мы установили следующее. Что если брать, если брать полюсами. Во-первых, это предваряющие критерию тому, что эти решения регулярные, да? То есть тому, что у вас фаза на плюс и минус бесконечности одинаковые. А во-вторых, ну грубо говоря, мы просто начали смотреть разные варианты. Что из этого получается? Вот оказалось, что если я буду брать полюса рядом с разрезом, то они у меня представляют в некоторый момент времени малое возмущение. Легко понять, почему так происходит. Потому что это два салитона, которые движутся один навстречу другому. Но если я устремлю вот эти две точки на разрез, это же на самом деле одинаковые точки. Правильно? А в методе обратной задачи, как бы я же не могу два полюса поместить в одну точку. У меня обязательно должен получиться ноль. Потому что не бывает два салитона с одинаковыми параметрами. И поэтому легко догадаться, что как бы вот если я два полюса в пределе поместил в одну точку, у меня решение это должно быть просто константой. Вот. И вот мы догадались, что если мы будем брать решение близкие, да? Близкие, ну фактически вот к одной и той же точке, да? Еще раз. Вот это и вот это одна и та же точка, потому что это был разрез. Если я помещу прямо на разрез, у меня будет полная медиляция. У меня будет просто моя начальная монохроматическая волга. А если я возьму эти полюса рядом, да еще вдобавок регулярные, которые, вроде бы говоря, критерий, потому что на плюс и минус бесконечности у вас одинаковые пары, обязана получиться маленькое размещение. Ну, что-то непонятно. Казалось бы, пока это у вас разрез, приближаясь с верху и снизу, на разных ветках сидите. А на этой картинке уже совсем разные точки. Ну, это не можно как бы, можете рисовать как бы... Ну да, ну да, вы сидите на разных ветках, но можно показать, что если все равно на разных ветках вы поместились в одной и той же точке разреза, то есть, если вы, грубо говоря, это правильно его просто, грубо говоря, если вы пришли вот сюда и сюда, да, то можно показать, что у вас все равно решение, это можно аналитически показать. Вы берете двухсалитонное решение, у вас числитель в этом случае обращается в ноль, тождественное. Это можно аналитически показать, что если вы поместились два полюса в одну точку, или вот здесь взяли и поместили два полюса в одну точку. Можно аналитически показать, что это будет тождественным, обязательно. Не исключением там выраженных ключей, от которых мы не будем касаться. Ну, а вот, а как выглядит царитон, когда есть одна только точка сверху? Когда одна точка сверху, вот я как раз показывал до этого, это вот этот самый квази-ахмедик, вот так вот. Вот, вот так вот. А снизу так же он движется в другой стороне. В 10π4 в квадрате, да. А там реально у меня есть протокреместие уже не движется? А-а-а, нет, это просто два разных, это два разных, которые соответствуют разным параметрам, на самом деле они все движутся. А вот разве неправильно утверждать, что если вы снизу возьмёте такую швы, то она будет получаться приблизительно нежиться? Нет, не будет получаться. Нет, это не так. Они будут, во-первых, двигаться в разные стороны. Если я возьму один сверху, то это будет, скажем, такой вот серитон, который движется сюда. Если я возьму снизу, то это будет серитон, который движется вот сюда. Так они только в какой-то момент времени сократятся, дальше они снова разбегаются. Да, в один момент времени они сократятся, дальше снова разбегаются. Совершенно верно. Ну, во-первых... Ну, во-первых... Что-то непонятно. Вы же до этого утверждали, что... Да. Ого. Эфирные дворки. А если я возьму... Это предельный случай. Это предельный случай. Если я возьму точки в точности на разрезе, ну, как бы в пределе, то решение есть просто константы. Ну, там и серитонов никаких нет. Если я возьму... Если близко к разрезу, то они, ну, как бы почти исчезнут. Они сложатся в маленькое возмущение. А если бы вот в этой картинке, вот в левой реактивности... Да. Как у вас она будет меняться? Еще раз... Вот в левой картинке... На точку будет параллель, и есть... Вот это если не видно. Вот сюда, да? Нет, параллель, параллель. А. 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 Тогда... 0. 0. Тогда решение будет становиться все шире и шире. Да. И двигаться все быстрее и быстрее. А амплитуда? А амплитуда будет примерно так лучше. Амплитуда при этом не меняется. Вот смотрите, я написал специально. Групповая скорость. Вот z это расстояние от точки до единичной окружности. Групповая скорость зависит как единица на z. А размер тоже как единица на z. Это можно показать. А z что такое? А z это расстояние от... 1-1? Да, n-1. Вот. Значит... Ну, отвечая на вопрос о том, что это какая-то банальность. На самом деле... Ну, во-первых, это чисто нелинейный эффект. У вас, как бы... В линейном случае такого быть не может. У вас не могут два, как бы, решения... Таким образом... Полностью... Практически полностью аннидерировать. Ну, аннидерировать, вы же говорите, все время. Только в том случае, если они вообще не двигаются. Ну... А вы иначе не проскочили друг через друга и все. Ну, это... Ну, это... Ну, это предельный случай. Мы такие не рассматриваем. Мы рассматриваем конечные параметры. Ну, надо было, наверное, фильм принести. Ну, хорошо. Значит... При любых конечных параметрах это будет... Два таких... Один солитон. Другой солитон. Они никакие не бесконечные. Вполне себе, человеческих размеров. Один движется сюда. Двой движется сюда. Они же проскочат друг через друга. Они, да, они проскочат друг через друга. Но в какой-то момент времени они сложатся в малое возмущение. Не знаю, но это время будет очень небольшое. Это время будет очень небольшое. Ну, естественно. А вы там вроде говорили, что вообще они... Еще раз, это предельный случай. Это как бы предельный случай. Это иллюстрация к тому, как мы это поняли. Значит, мы поняли, что в предельном случае, если полюса как бы в одной точке, они сничтожатся полностью. А если полюса там на каком-то небольшом расстоянии к ε, то получается малое возмущение величины как раз порядком вот этого уровня. Ну, это странно во всех этих, по-моему, задачах. Когда одномерная задача, есть хинг, грубо говоря, с числом плюс 1, а есть числом минус 1. Если они движутся в противоположную сторону, то где-то они обязательно сократятся. Это не специфика уравнения Женингера, это любое, где есть алинингер, так оно и будет. Нет, но если говорить, например, об одномерном Шмидингере, то когда у вас сталкивается с элитоном, они у вас никогда не сокращаются. Такого нет. И Картриёга и Девризе тоже. То есть это, ну, возможно, какие-то... Если бы они совсем сократились, они бы у них у вас назначили. Ну, почти. Ну, погодите. Во-первых, такого нет. В нелинейном Шмидингере, в Картриёге и Девизе такого нет. Это, ну, кинг-антикин, может, да, в Сен-Гардоне такое есть, но это как бы... А в Сен-Гардоне из-за чего? Ну, я не знаю, честно говоря, я не знаю. То есть я, о чём вы говорите, я не знаю. Может быть, такое есть, но в нелинейном Шмидингере таких решений точно нет. Если два с элитона столкнулись, то они при столкновении реализуют, ну, какое-то весьма себе такое ненуживое решение. Значит, ну, хорошо, вы видите. Вы это слышите дальше. Почему здесь? Идея в том, что, на самом деле, вот эти малые возмещения мы теперь можем использовать как такие кирпичики, чтобы строить начальные условия. Дело в том, что мы можем выбрать не только две пары полюсов, мы можем выбрать и... Мы можем выбрать и... И вот, например, четыре пары полюсов и так далее. И это всегда в какой-то момент времени будет малое возмещение. Вот, например, развитие четырёх сэлитонов, да, из малого возмещения. То есть мы на задачу смотрим так. Стартуем с вот этого момента времени, то есть стартуем с такого начального условия, которое есть малое возмещение. Вот оно разумеется. Четыре сэлитонов шесть. Вообще-то, это бесконечное во сколько угодно. Вот. И как бы основная идея заключается в чём? В том, что вот эти начальные условия в виде малых возмещений, они выглядят на самом деле довольно просто. Они выглядят вот как. Это, скажем, какой-нибудь, там, тригонометрическая функция, модулированная динерболической. Мы их можем брать сколько угодно, сколько угодно, какое угодно число. И получается что-то вроде же ее анализа. То есть мы можем их накладывать одно на другое, сдвигать одно относительно другого и получать тем самым практически какие угодно начальные условия. Ну, это вот что-то называется бейфлет-анализ, если не ошибаюсь, когда вместо фурья гармоник вы берете какие-то модулированные гармоники. И вот, как бы, идея заключается в том, это наше гипотезо, в том, что любое неустойчивое решение, любое неустойчивое решение в пределы аппроксимируется n парами таких полюсов. Ну, число пар полюсов. То есть, как бы, любая пара полюсов вам дает начальное условие в виде вот такого возмущения. Вы берете там n пар, да, и тем самым аппроксимируете начальное условие. Причем, еще, что как бы хорошо, ну, тут это уже какой-то математический факт, его нужно выяснять. Можно устроить что-то вроде такого предела, да, когда у вас число полюсов стремится к бесконечности, но при этом они линейно складываются, и вам нужно, чтобы амптитуда не получилась бесконечная. Поэтому вы вот это расстояние, да, сейчас, а я, кажется, сказал, а, не важно, все правильно. Значит, вот это расстояние, вот этот параметр ε, он практически есть амплитуда вашего начального возмущения, характерная амплитуда. Поэтому, если вы берете бесконечное число полюсов, и их устремляете бесконечно близко к разрезу, то вот, может быть, можно устроить такой вообще непрерывный предел из этих функций. Ну, собственно говоря, есть вопрос в том, полная эта система, ну, как бы... Могу ли я разложить или нет? Да, могу ли я разложить или нет? Этого мы не знаем. Вот, но наша гипотеза состоит в том, что мы таким образом описали все возможные нелинейные, неустойчивые возмущения. Что значит, подождите, что вообще примонятно по поводу... Это сравнение и линейное. Да. Что значит разложить? Сумма не эволюционирует никак в начальном условии. Эволюция суммы не есть сумма эволюции. Конечно, конечно, но начальное условие разложить можно. Начальное условие разложили, а кто бы сказал, что она эволюционирует так же, как сумма? Оно будет эволюционировать, как вот это двойне солитонное решение. Это не есть линейная сумма. Это есть некая нелинейная формула. Ведь это не страшно. Как говорится, ситуация. Да. Почему вы решили, что это вообще ситуация? Это гипотеза. Как гипотеза? Гипотеза, я бросил кирпич в озеро. Да. Поэтому у меня произвольная задача каши, с произвольными начальными условиями. Вы мне хотите сказать, что у вас исключительно солитоны побегут за все стороны? Нет. Вот есть гипотеза, она заключает, как бы, нет, есть метод в рамках метода обратной задачи. Там есть дискретный спектр и непрерывный. У вас больше ничего быть не может. Утверждение как минимум. Сусское заключение. Ну а как? Конечно же, я могу раздражать. Ну а что? Конечно, не может. Да, не может. Вот. Поэтому мое начальное условие я должен раскладывать по дискретному спектру и по непрерывному. Вот первое утверждение состоит в том, что, ну уж точно, мы выбрали все возможные дискретные, ну как бы, все возможные солитонные решения. Ну это может быть множество мер и ноль, так сказать. Может быть, это множество мер и ноль. То есть оно никогда не реализуется. Такого сколько уже на физике плазмы есть. Нашли какое-то конкретное решение аналитическое, но это, я говорю, может, номер и ноль. То есть в реальной ситуации просто нет. А, во-первых, я хотел спросить. Вот у вас, вот это для такого случая? Когда у вас, помню, когда у вас первые силы отрицательны? Да. Ну, когда есть неустойчивость. Ну, то есть вы, вот это, вот это, когда есть нелинейная, когда есть линейная неустойчивость. Нет, нет, ну как? Да, когда есть линейная, да, правильно. Когда есть линейная неустойчивость, но мы рассматриваем уже, конечно же, нелинейный случай. Ну это, да. Было бы интереснее, если бы у вас была другая ситуация, когда линейно-всеустойчиво или линейно-всеустойчиво... Ну это они не знают. Ну это другая задача. А то, что вам нужно, может казалось бы, нужно другое утверждение, нет? Что вы можете организовать такое маленькое, сколь угодно малое возмущение, которое потом разбежится на салитуду. Да. Вам не надо утверждать, что любое утверждение таким образом устроено? Да, да. Но они все-таки хотят сказать, что они могут утверждать любое. Нет, это, конечно, какая-то... Ты говорил, Станиславский не верит. Любое неустойчивое. Любое неустойчивое. Конечно же, если вы возьмете возмущение из устойчивой части спектра с большими камнями, конечно же, это не имеет отношения к нашей задаче. Но, что я хотел добавить? То, что, вот смотрите, допустим... Есть единственное, что возможно, что, может быть, те, которые устойчивые, они быстро убегут, а эти, когда они медленные, они и останутся через какое-то время. То есть, в этой науке, там, по-моему, так, про задачу Акаши говорят, что если я кинул кирпич, у тебя мелкие возмущения реакторские быстренько убежало, а салитоны, они, как бы, более медленные, поэтому они и выжжут. Да, да. И поэтому тогда не важно, что ты там кинул, так сказать, какой кирпич или там, или какая форма этого кирпича. А почему? Ну, это не общее решение, в этом смысле. Это то, что остается через большое время, надо подождать. Вот, кстати, вот не очень понятно, вы знаете... Ну, возможно, да, всё же. Вот, о чём мне непонятно? Непонятно следующее, что вот у вас есть уже обычные модуляционные, линейные, так сказать, возмущения, которые уже всё, всё вам, это самое, конфигурацию делают неустойчивы. Начальник, правильно? Да. А зачем ещё вы ищете какие-то ещё куч-штюки, которые уже не гадут в день и не из них? А спрашивается, какова нелинейная стадия, об этом основной вопрос, потому что... Почему она интересна? Ну, как, это то, что называется фундаментальный вопрос. Спрашивается, вот у вас есть начальная манифроматическая лауна. Хорошо, мотивация... А, или, может быть, я просто понял. То есть, вы говорите, что у вас... Хорошо, вот эти вот, те модуляции, которые вы до этого показывали, они должны жить во всём пространстве. Ну, требует, да. А эти модуляции, они локализовываются. Поэтому... Но всё равно мотивация... Немножко, так сказать, рельс создать, и у вас всё уже развивается. Не-не-не, мотивация ещё вот в чём стоит. Значит, смотрите, допустим, ну, во-первых, да, во-первых, локальная рельс. Да, это вообще рельс создавать, у вас сама создастся при любом возмущении. Ну, да... Значит, смотрите... Дело в том, что тут, возможно, качественно, принципиально разные сценарии. Вот вы создали возмущение. Оно у вас вначале растёт как-то по экспоненту, да? Ну, потому что у вас это что-то там... А гамма, да, в основном, что у вас есть в степени гамма. Ну, а гамма... А гамма, это вот... Но в этом начале вообще не важно. Значит, вот оно выросло. Спрашивают, что будет дальше? А? И основной вопрос, на самом деле, в этой задаче заключается вот в чём. Будет ли здесь наблюдаться возврат? Вот то, что называется вот этот возврат ферми пастуалома, будет ли он наблюдаться в неустойчивой задаче? Потому что раз эта задача интегрируемая, в ней есть бесконечное число интегралов движения, значит, по идее, это всё происходит, там, дело, на каком-то бесконечно верном торе, и когда-то, да, оно должно вернуться к начальному условию. Поэтому один из вопросов заключается в том... То есть, один сценарий, возможно, это то, что... Это что, как бы, болтаться здесь всё время? А второй сценарий заключается в том, что это как-то разбежится и захватит. Вот принципиально важный вопрос. Так вот, вам, для того чтобы утверждать, что это второй сценарий не возникает, вам вот это ваше утверждение нужно или нет, что любое малое возничтение можно представить в виде литературы. Да, да, совершенно верно. Если это утверждение правильное, тогда это означает, что они все просто-напросто вот там разбегаются. И конденсат возвращается к своему первоначальному состоянию, и, правда, с другой фазы. Альтернативный сценарий, который тоже возможен, это то, что здесь будет какая-то признанка. Есть какие-то слова, вроде, интегрируемый турбулент. Такое произносило. Возможно, как бы это будет все время болтаться. И вот в этом и вопрос, собственно. Что-то сегодня болталось, так сказать. В системе конечного размера еще что-то может болтаться. Если у вас задача Хаши локализованного возмущения, и теория, так сказать, от Америки до Европы, где эта Америка уже была болталась? Ну, по крайней мере, можно говорить о временах. Да, потому что болтается он достаточно долго или мало. Но... Как бы... Вопрос, на который я, конечно, согласен, нужно ответить, это каково поведение непрерывного спектра. Ну, а это что-то? Да, это важный вопрос. На который мы пока что не ответили. Слушай, тут действительно есть, потому что я не упражняю. Ну, вот есть предположение, опять-таки, что когда мы устраиваем вот такое бесконечное количество полюсов, то мы как раз тем самым аппроксимируемые прерывы спектра. А вот такой вопрос. Вот допустим, я действительно... Просто вот он взял и ушкой нарисовал, какой мне понравилась модуляция. Мало. Да. Она стала расти. Дальше вы говорите, что в конце концов она превратится в какое-то число солитонов и разбежится в разные стоки. Да. А вот пункт вот этой кривы, которую я рукой нарисовал в самом начале, когда она очень маленькая, можно сказать, сколько солитонов получится? Да, это очень хороший вопрос. Значит, вот как известно, в уравнении картилека-дебриза, там у вас метод обратной задачи ассоциирован с оператором М равным , что есть в уравнении 4. Поэтому про его спектральные свойства все известно. Поэтому там есть известная оценка. Значит, если вы... Ну, как бы солитон это ваши дискретные уровни, и там есть известная оценка, значит, если у вас есть известный потенциал, сколько там дискретных уровней. Ну, там надо интеграл взять по этому потенциалу. Ну, в общем, такая оценка существует. Это раз. Во-вторых, в задаче по уравнению Штрейдингера там есть предел мелкой ямы. То есть у меня в одномерном случае, если, как бы, какой угодно я яму не возьму, у меня всегда один уровень будет. Это означает, что какой я потенциал не возьму, у меня всегда будет один уровень. Это означает, что не знака постоянная. Если вы возьмете одномерную, или еще и не знака постоянная, это не все так. Да, согласен. Ну да, согласен. Ну да, согласен. Поэтому, чтобы сделать начали условия произвольное вот такое, это было не надо подписывать. Ну да, согласен. Вы тогда все по мудрых квадрате проинтрируете. И вот есть какая-то характерная оценка на эту величину. Больше чему она должна быть, чтобы у вас появился хотя бы один салитон. Вот существует в этой задаче такая оценка. Это глупси квадрат, а там производные не входят никак? Градиенты? Как это может быть? Может быть, я набрал. А как это вяжется с вашими... С моими утверждениями... Совершенно устойчиво. Кулоны привейте, как-то скажу. Да, ну не падаю. Потому что градиенты на двосям, а единственное квадрат, а тут просто единственное. Ну, сейчас, так или иначе, вот ответ на первый вопрос. Вот такой оценки никто не знает. Ее еще не получили. То есть, возможно, ее можно сделать, но я так подозреваю, что, особенно в неустойчивом случае, ну, учидывая то, что здесь как-то вот малое возмущение чуть-чуть поменялось, сразу получилось уже другое число салитонов. Видимо, эту оценку сделать очень сложно. Я так подозреваю. То есть, из вас определяются не только энергии, которые вы закачали в оценке, но еще и градиентами какими-то там. Да, да. Но здесь еще осложняется тем, что у вас же есть энергия всей волны, да, поэтому вы как бы в нее можете упрятать сколько угодно салитонов. То есть, если у вас задача с удумающими гранусловиями, тогда, конечно, вы как-то можете закон оскоренной энергии оценить. А там у вас как бы энергия волны бесконечная. Бесконечная, да, и поэтому сколько угодно, оттуда, вообще, гораздо столько и родиться, и поэтому такой оценки нет, и, судя по всему, ее получить очень сложно. Видимо того, что там, как это, число салитонов на единицу длины, так сказать, оценили. Может быть, может быть, такое можно, да. Вот. А вот вопрос о том, как это вяжется с нашими решениями, ну, ответ такой, то, что они все этому критерию удовлетворяют. Потому что у вас там амплитуда завязана на ширину, чем оно меньше по амплитуде, тем шире. Поэтому оно всегда сохраняет... Ну, вот, я сейчас туда выяснил, но есть некий критерий в нелинейном уравнении Штейдингера о том, что когда появляется первая десятилетная группа. То есть, вот, должна, ну там, грубо говоря, там какая-то эффективная площадь, да, этого потенциала должна быть больше чего-то. Ну, вот, возможно, как критер, то хоть надо посмотреть. Вот. Но, так или иначе, это означает, что все наши решения этому критерию удовлетворяют. Вот. Ну, давайте эксперименты еще посмотрим. На последок. Значит, экспериментально наблюдали в гидродинамике и в оптике. Ну, да, наблюдали самые простейшие случаи, когда, значит, когда я два полюса выбрал, когда я два полюса выбрал очень близко вот здесь. Это означает, что, как бы, амигелируют, ну или там развиваются из малых возмущений два таких совсем простеньких солитона. Ну, что-то вроде вот таких. То есть, практически без исцеляться. Ну, как бы, ладно. Эксперименты, я думаю, придираться как-то так не стоит в этом смысле. Что получилось, то получилось. Значит, ну, вначале еще немножко такой физический анализ, да. Вот это уравнение, нелинейное уравнение Шлеймингера в размерных переменных, и благодаря тому, что мы с вами до этого его получили, мы с вами понимаем, да, что вот эта величина, это что такое? Оно описывает движение, огибающее на гравитационные волны. То есть, известно, что капиллярные волны, они устойчивы, а гравитационные волны неустойчивы. Почему такое происходит? Значит, давайте напишем закон дисперсии гравитационных капиллярных волны. Омега квадрат есть х на g, плюс сигма, ну там что, сигма на ру, на капу. Да? Значит, мне нужно удовлетворить критерию Лайтхилла. Мне нужно, чтобы у меня омега-два штриха умножить на t была меньше нуля. Вот здесь есть интересное такое объяснение, почему гравитационные волны неустойчивы. Значит, смотрите, если я беру спектр гравитационных волнов, скорее не скажем, то очевидно, что омега-два штриха меньше нуля. Тогда для того, чтобы эта вещь была неустойчива, мне нужно, чтобы t было больше нуля. Что такое t? Смотрите, куда оно входит? Оно входит вот в такой экспонент е в степени минус а0 в квадрате t умножить на t. Вот эта штука, это омег, правильно? t. Поэтому t t есть фактически d омега по d амплитуда в квадрате. Вот смотрите, обратимся к аналогии с майкой. Допустим, рассматриваем просто обычный майк. Как там происходит дело? Вы, значит, у вас, если амплитуда колебаний больше, то и период колебаний тоже больше. А стало быть, частота меньше. Это означает, что для маятника вот эта величина, она вообще, говоря, будет меньше нуля. Вот для маятника. А в волнах на воде ситуация интересная состоит в том, что там получается наоборот. Из-за того, что волны на воде меняют свою форму, у вас получается обратная ситуация. У вас, чем больше амплитуда, тем, наоборот, период меньше. Ну, как бы, чтобы точно это показать, нужно считать четырехволновый матричный элемент, но так или иначе, вот как бы качественно это объясняется так, и получается, что t больше нуля. Поэтому гравитационные волны являются неустойчивыми и описываются фокусирующим невинейным уравнением Шлейдингера. Для того, чтобы мне в эксперименте гарантировать, что я имею дело только с гравитационными волнами, мне нужно, чтобы выполнялся следующий критерий. h на g должно быть больше, чем σ на r на k в ку. Если посчитать это для воды, получается, что длина волны должно быть больше, чем, кажется, 1,6 см. В эксперименте длина волны была полметра, поэтому можно быть заранее, ну, заведомо объяснял, что это гравитационные волны. Бассейн устроен следующим образом, это такой одномерный, ну, как бы считается одномерный бассейн, то есть узкий, длиной, по-моему, 9,5 метров, волна доходит до конца, и там в конце записывается. И глубина велика по сравнению с гравитационными с гравитационными. Да, да, это на глубокой воде. Вот. Волна доходит до конца, там записывается, и затем отправляется назад. И таким образом, как бы, эффективная длина бассейна, они ее туда-сюда гоняют, она получается довольно большая, ну, что-то там до 50 метров, то есть там они туда-обратно где-то примерно 10 раз прогнать, пока она не затухнет. Вот этот множитель, мы видим, да, что это как раз есть в точности омега-2 штриха, ну, а вот этот множитель, его надо считать как раз 4-хроновой матричный элемент. Ну, и что же получилось? Вот. Сравнение эксперимента и теории. Значит, это картинки уже, как бы, поверхности жидкости. То есть там был какой-то поплавок, он плавал и записывали его движение. А это датчики, которые стоят по бассейну. То есть они стоят на расстоянии 4,5 метра и в конце бассейна 9 метров. А эту волну погнали в обратную сторону и вот, как бы, записи разных датчиков. Это теория, которая, то есть начальное условие, которое теоретически мы промоделировали. И то же самое начальное условие развивается в эксперименте. То есть вот из малого возмущения развиваются вот какие-то два таких, ну, может быть, не очень убедительных, но все-таки салитоновых. Вот. Это обратный процесс аннигиляции, когда их два сгенерировали, два салитона и они сложились в малое возмущение. А на этой картинке сравнение теории эксперимента, ну, в самом таком интересном случае. ну, как мне кажется, весьма, весьма так... как бы сказать... Весьма неплохо. Подозрительное совпадение. Подозрительное совпадение. Нет, честно, сам опробовал бы. Ну, сам опробовал бы. Никакого подвоха нет, насколько я знаю. Эти эксперименты, экспериментаторы, они друг с другом борются за то, у кого бассейн чище. Вот. У кого бассейн грязный, у тех получаются плохие результаты. Потом они воду меняют, для этого чище, и получается весьма даже правдоподобное. А это эксперимент до расчётов? После расчётов. Это мой друг Амин Чакчу. Мы с ним на конференции познакомились. Я положил наши результаты. И он сказал, что он может что-то изменить. Вот. И он у себя в Гамбурге померил на экспериментальном бассейне. Такие иголы. То есть он как раз и занимается тем, что меряет решение вот именно источной модели. В сравнении с Берегринас или там Божнецова и прочее. И он, в частности, померил наше решение. Ну, как мне кажется, совпадение очень-очень такое хорошее. Очень приятное. И в заключение ещё хотелось из оптики обсудить результат сейчас. Это вот ещё один мой клиентер. Это Мертран Гиблер. Ну, где я результаты вначале показывал. У нас гидродинамики из оптики. Он работает во Франции, в Дижоне, кажется. И он... Я хотел пару слов сказать, какая специфика эксперимента в оптике. В оптике есть два типа солитонов. Там есть пространственные и временные солитоны. Значит, суть пространственных солитонов в том, что как бы форма в пространстве формируется какая-то форма и она со временем не меняется. Например, если вы луч, лазерный луч, загоните в диалетик, который обладает керовской нелинейностью. Ну, до всего. Керовская нелинейность, значит, х на е квадратик. То у вас нелинейное уравнение Штейдингера получится такое. Вот, допустим, это наш объем диэлектрика. У вас одна координата будет выполнять роль времени, а две другие роль пространства. Например, допустим, это будет x, y, z. Тогда нелинейное уравнение Штейдингера будет получаться таким. Луч идёт вдоль z. То есть вот мы запускаем в объемный диэлектрик луч лазера и он, в зависимости от знака нелинейности, если у вас здесь стоит знак плюс, то есть если показатель преломления увеличивается с ростом электромагнитного поля, то это означает, что все лучи собираются в эту область, и у вас появляется то, что называется явление самовокусировки луча. Что как раз и соответствует коллапсу. Ну, либо если нелинейность имеет другой знак, то у вас получается диэкрусировка. Но, что интересно, мириться в эксперименте не такой процесс. Здесь, смотрите, здесь у вас роль дисперсии играет дисперсионное расплывание лучка, вот как бы по их среде. Оно довольно сильное. И скомпенсировать его нелинейностью, а нелинейное уравнение Штейдингера работает в приближении слабых нелинейностей, практически не удаётся. Взамен этого эксперимент можно проводить для так называемых оптических селетонов. Для этого нужно взять оптоволокно одномерно, и на входе генерировать изменяющееся, но времени решение. Тогда у вас нелинейное уравнение Штейдингера будет такое. У вас вот эта координата z будет играть роль времени и ψ по z. А время, да, оно будет играть роль как раз пространственной координаты, ψ по dt. И что важно? Зачем я это пишу? Потому что теперь роль дисперсии играет вот что. Это зависимость m от омега. Зависимость показателя проломления от омега. А это, конечно же, дисперсия слабая. Поэтому в условиях вот этих так называемых временных селетонов вы можете реализовать нелинейное уравнение Штейдингера как приближение для слабой нелинейности. Ну а тут чуть-чуть приближены, как бы, такие предварительные результаты. Это взяли такое не очень маленькое возмущение, оно выросло во что-то вот такое, но тоже весьма, мне кажется, похоже. Но это исключительно ещё начало работы, там ещё эксперименты не закончены. Но уже что-то делали с этим проблемами. То есть вот эти наши решения, мы их теперь пытаемся ещё и в оптике найти. Потому что там периодическая, то есть они запускают периодический импульс. Поэтому нужно как бы смотреть, друг говоря, на шло, по тому, как он здесь обрезается. Вот. Ну вот, вот такая работа. То есть мы развели некий теоретический инструмент, мы надеемся, но у нас есть гипотеза, что у него есть большое будущее, но, как минимум, мы наблюдаем в эксперименте, ну, хотя бы самые простые решения, что у нас очень даже радует. Всё. Это эксперимент наблюдают самые простые реалитические решения. Ну да, да. Ну, я там участвую в качестве такого человека, который пишет для них программы, для их установок, как программировать начальные условия, обрабатывать... Там ещё какая-то группа в Камбери, по-моему, была, которая тоже там в бассейне какие-то волны... Это в Австралии, да? В Австралии, да. Да, вот как раз вот этот мой приятель сейчас уехал к ним в обуздок. Это, видимо, к ним, потому что... Нет, хотя нет, он в Меринг он уехал. А в Камбери... В Камбери, кажется, те, кто занимается какими двумерными бассейнами. Да, 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 да. Там есть такая группа, но я их лично не знаю. Вот. Я знаю ребят, которые занимаются какими-то одноярными бассейнами. Там вот есть Ахмедиев такой... Ну, собственно говоря, в кейсер Ахмедиева. Он непосредственно участвует в этих всех этих бассейнах. Вот. Вот такая группа там. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, многое, многое. Так, чтобы все respeitariert вас здесь, как и с тем, как делать сaveх, начали прогреть вас, как и тут несколько раз,